Печной обзор Печной обзор У меня куча высокоточных инструментов Которые нам сегодня об этой печи расскажут все полностью Ну и естественно мы проведем детальнейший обзор С показом внутри как работает топка, как работает каменка и так далее Что касается самих печей, то можно заметить следующее Что печи бывают у тройки, работающие не только на дровах, но и на газу и на угле Печи предназначены под обклад кирпичом, а также есть модели, которые обкладываются плитами из талькохлорита И они представлены на нашем сайте, вы их можете всегда посмотреть и сравнить между собой Давайте вернемся к нашей печи и посмотрим на ее габаритные размеры Итак, глубина нашей печи составляет 50 мм А с учетом выноса топки 75 мм Ширина 42 см И вынос здесь у нас 20 см И высота самой топки с каменкой составляет 1300 мм А как производитель заявляет, что он берет высоту до шибера То у нас здесь получается 1400 мм У нас на обзоре простая печь, но есть печи этой же серии Которые предназначены не только для домашнего семейного использования Но также и для коммерческих бань Они отличаются от данной печи тем, что идут дополнительные ребра жесткости По всей абсолютно площади печи То есть достаточно сильно печь усиляется дополнительными ребрами Что ж, коли мы проговорили про размеры Давайте теперь возьмем толщины Итак, первая толщина, которую мне удобно показать Это толщина стенки, которую вы будете видеть И она составляет 5 мм Выходит труба под домоход Ее размер Ее толщина составляет 4 мм В каменку мне сейчас неудобно добираться Так же, как и в топливник Но мы сейчас перенесемся вниз И там уже будет это все достаточно видно Единственное, хотелось бы отметить то, что дно у каменки Производитель делает разной толщины И у меня есть образцы этой стали Которые несут на себе весь вес каменки И мы можем посмотреть толщины этой стали Первая, ну в принципе стенки этой печи сделаны сантиметровыми И здесь как раз сантиметровый лист Дно каменки следующего размера Она у нас составляет 2 см И третье, самое мощное дно каменки У нас идет У нас идет Целых 4 см Давайте вернемся обратно к печи И перенесемся вниз Посмотрим, как устроен непосредственно топливник Я нахожусь около топливника печи И давайте посмотрим на размер Непосредственно проходника топливного Он у нас составляет 20 см А толщина непосредственно вот этой части У нас идет 5 мм Дверка чугунная Естественно, по желанию можно ее заменить на дверцу со стеклом Потому что, как показывает практика 90% печей, они уже идут со стеклом Размер дверки стандартный Составляет 23 на 20 см Внизу, естественно, находится зольный ящик Я его сейчас... Зольный ящик достаточно большой Он также окрашен термостойкой краской А вот его толщина уже не 5 мм Поверьте мне Его толщина стенок здесь И здесь... Давайте возьмем вот эту толщину И она у нас составит 2 мм А передней части 3 мм То есть зольный ящик сделан все-таки из более тонкой стали Но он не несет никаких нагрузок Поэтому говорить о том, что его надо делать из 10 мм Не имеет никакого смысла И в принципе производитель правильно делает Он экономит ваши деньги Когда я говорил о том, что печь обкладывается кирпичом Я имел ввиду, что вы можете взять стандартный кирпич И обложить всю печь по периметру Непосредственно кирпичом Где-то примерно на высоту 1,5 метра И давайте теперь, прежде чем заглянуть внутрь Посмотрим, действительно ли из 10 мм стали делаются эти печи Я перешел на боковую часть печи Вы видите здесь вырез И у нас есть возможность посмотреть Какова же истинная толщина этой печи Опа Берем и смотрим Ого Тот, кто играет в World of Tanks Знает, насколько толстый КВ-2 Вот примерно такая же толщина и у этой печи Она составляет аж целых 12 мм Это отверстие Оно предназначено для установки в эту печь теплообменника Отверстие может быть с любой стороны То есть по желанию, по-вашему Производитель вам его подготовит И с той стороны, и с этой стороны Теплообменник выглядит достаточно просто Вот он у меня в руках Это две нержавеющие трубы Которые устанавливаются вовнутрь Естественно, через прокладку Я сейчас устанавливаю его на затронное место Вот оно И, соответственно, здесь фиксируется болтами А сюда вы можете уже подать воду Из бачка И вода у вас будет в бане всегда горячая Как я говорил, фиксируется теплообменник На гайке И самое интересное Печь вот эта вот Весит 330 кг И она очень тяжелая и очень неудобная Производитель, понимая это Сделал вот такие вот колесики Для того, чтобы при монтаже печи Ее можно было катать Это суперская штука По опыту знаю Потому что печи, которые весят Килограмм 200 и выше Переносить в четвером, в шестером Достаточно тяжело Учитывая небольшие дверные проемы Когда я мерил толщину листа То вот здесь вот видно Что нету никаких соединений То есть проход топливника Выполнен тоже из стали Толщиной 12 мм Давайте теперь уже непосредственно Заглянем вовнутрь печи Давайте заглянем в топливник Что мы видим? Мы видим сначала большую Чугунную решетку колосниковую Мы видим дно камеры С одной стороны она приварена К телу печи Собственно говоря там находится Дверка подачи С другой стороны вы видите Вот идут такие косыночки На которых она тоже дополнительно держится Вот это вот отверстие Это как раз то место Куда вставляется теплообменник Давайте еще раз посмотрим Вот эти вот зазоры Посмотрим сюда Я сейчас снял колосниковую решетку Из топки Для того чтобы посмотреть толщину Низа топливника И мы с вами ее сейчас замерим Толщина топливника у нас составляет Один сантиметр А теперь давайте из топки Перейдем непосредственно в каменку Обычная чугунная дверца Размер у нас ее составляет 23 на 25 сантиметров И давайте посмотрим Как она выполнена Заглядываем внутрь каменки И сразу увидим приемную чашу Куда вы можете налить воды И которая в последующем По вот этой вот трубке Доберется до самого-самого низа Толщина вот этой плиты Как я уже говорил Составляет от 10 до 40 миллиметров Вы можете посмотреть Швы И низ каменки В каменку помещается Порядка 200 килограммов камней Мы развернули печь Для того чтобы показать вам Как раз таки Те нюансы о которых я говорил В начале ролика То есть это у нас идут ребра Которые усиливают Общую жесткость печи Сейчас я возьму Наш штангель И посмотрю на их толщины Толщина ребра Составляет 1 сантиметр Давайте теперь еще раз Глянем на дымоход И посмотрим Каков его диаметр Внешний диаметр дымохода У нас идет 160 миллиметров И в конце Непосредственно вот этого блока Давайте посмотрим Как сделана дверка Подачи воды В каменку Вы видите здесь находится кирпич Потому что вся печь Убирается в кирпичный экран И замерим Вот этот вот размер Размер У нас составляет 20 сантиметров Ну что ж Давайте теперь посмотрим Сверху Мы с вами имеем возможность Заглянуть через дымоход Внутрь печи Вы видите дно каменки И от дна каменки До верха печи У нас размер составляет 10 сантиметров То есть по всей площади Верхней плиты У нас горит огонь И уходит в дымоход Здесь также имеется Шиберная заслонка Которая как вы видите Не до конца перекрывает Дымоход То есть возможность угореть У вас отсутствует Мы посмотрели с вами Устройство печи Но мне хотелось бы Вернуться и еще раз Уже на живой печи Показать как горит огонь Где находится каменка Для этого у меня есть Суперский инструмент Мелок И я вам сейчас покажу Как здесь идет огонь Где находится каменка У печи достаточно большой зуб Он составляет где-то Примерно около 12 сантиметров То есть дно каменки Находится вот на этом уровне С зазором в 5 сантиметров С каждых из сторон Идет Стенки каменки Они не доходят До верха печи 10 сантиметров И с этой стороны Это выглядит Тоже так же Как вы видите Огонь получается Обвивает всю каменку Со всех сторон Разогревая камни До отличнейших температур Где-то порядка 450 А то и 500 градусов И это не шутка Потому что Замеры по этой печи Мы делали Огонь подымается у нас Поверху Прогревая каменку Снизу Куда уходит Паровая пушка Которая находится Вот здесь Обвивает Каменку И выходит Наружу Все достаточно просто Как КВ-2 Завершая Наш сегодняшний обзор Мне хотелось бы Еще раз сказать Что печь Тройка Идеально подходит Для русской бани Она достаточно большая Она выполнена Из толстой стали То есть Прослужит вам Ну никак Не менее 20 лет Вес ее составляет Более тонны Поэтому Закладывайте На протопку Парной Где-то примерно 2,5-3 часа Но полежки Которые в нем Помещаются Они могут быть Длинные Где-то примерно 50-60 сантиметров Поэтому Проблема с дровами Не так Остро стоит Как С короткими Маленькими печами Большое спасибо Вадиму Рыжову Генеральному директору Компании Тройка За то что Он радует нас Такими хорошими Добротными печами Если у вас Остались вопросы По этим печам Вы всегда можете Перейти На наш сайт Ruspar.ru Ссылка находится Под этим видео И задать Интересующие вас Вопросы Мы также Проконсультируем Вас по устройству Парной И по оптимальному Подбору печей Тройка И в самом конце Ставьте Пожалуйста Лайки Нашему видео Подписывайтесь На канал А мы Со своей стороны Попробуем И будем делать Наше видео Гораздо лучше Гораздо качественней До свидания С легким паром И до новых встреч До новых встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...